Этим летом у казахстанцев появилась возможность посетить международную специализированную выставку «Экспо-2017». Актюбин с этой возможностью воспользовались, познакомились с жизнью других стран мира. На территории «Экспо» есть забавная шутка, что люди, она очень большая территория, люди теряются, звонят друг другу по телефону и спрашивают, где ты находишься в Турции, я в Таиланде, я где-нибудь в Финляндии. То есть именно вот эта возможность посмотреть все страны разом, это не было ранее такого, это большая возможность как для рядового казахстанца, так и, я думаю, для тех, кто любит путешествовать, но столько стран он бы за раз не охватил. На выставке Актюбинец узнал о возможностях использования биомассы, экологически чистых продуктов. Больше всего ему запомнилось посещение павильона Таиланда. Они обрабатывают кукурузу, из кукурузы они получают топливо, из кукурузы они получают энергию. Кукуруза – это у них еда для потребления. И сделав такую программу, что их продукт, их традиции настолько тесно взаимосвязаны и соответствуют тематике выставки, показав 3D-шоу, показав, как преобразовывается из кукурузы, выходит топливо. То есть все это в совокупности делает его самым идеальным павильоном. Впечатлел Актюбинец и павильон Австрии. Алишер и подумать не мог, что на мероприятии ему придется крутить педали велосипеда. Награда за старание – возможность познакомиться с бытом европейского государства. В любом случае, когда ты едешь на высоту, ты хочешь это не только посмотреть, но и потрогать. Где-то спасить детей, где-то представить себя в роли какого-нибудь ученого, еще кого-нибудь. И когда они показывают возможность, то есть на простом велосипеде, крутя педали, вырабатывая энергию, благодаря этому включаются телевизоры и показывают ролики об Австрии, это же замечательно. Получение воды из воздуха не стало для блогера большим открытием. Но увидеть, как это происходит своими глазами, Алишер смог в павильоне Голландии. Использовали трубы, вкапывали их в землю, то есть путем охлаждения, испарения, маленькие капли собирались, то есть до 30% из воздуха они делали воды. То есть это для многих регионов, не только нашей страны, но и мира, это весьма полезная вещь. Общее число посетителей выставки с 10 июня по 16 июля достигло цифры 1 миллиона 200 тысяч. Еще больше впечатляет цифра, говорящая о количестве посещений всех объектов выставки. 8 миллионов 890 тысяч 638. Уже можно говорить о рейтинге. Самые популярные за прошедшую неделю международные павильоны в таблице расположились следующим образом. Тройка лидеров это Плаза Африки, Египет и Россия. Четвертое место за Турцией. За ней Япония. Шестое место Индия. Седьмое Королевство Саудовской Аравии. Восьмое Узбекистан. Девятое Тайланд. Десятка это Малайзия и Германия. Напомню, что казахстанский павильон Нур-Алем по-прежнему занимает лидирующие позиции по посещаемости. Но с какой страны вы бы не начали свое путешествие, главное, что оно останется в памяти на всю жизнь. У тех, кто еще не посетил Экспо-2017, пока такая возможность есть. Продолжение следует...